Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Алена Кудряшова. Здравствуйте! Говорим о главных событиях к этому часу. Начинаем выпуск с чрезвычайного происшествия. Во Владимирской области произошел несчастный случай. Ребенок попал под автомобиль. Произошло это в городе Киржачье на мосту в районе Шелкового комбината. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Очевидцы сняли видео. Трое детей возвращаются из школы, разговаривают, кидают вниз с моста снежки. Неожиданно один из мальчиков резко развернулся и стал перебегать дорогу. Фактически 9-летний ребенок сам прыгнул под колеса автомобиля. От удара ребенка отбросило прямо к мосту. Пострадавшего госпитализировали. Информации о состоянии мальчика пока нет. Продолжаем выпуск. Сегодня около 16 часов, а Владимире откроет движение по Арпенскому проезду. В торжественной церемонии открытия новой дороги примет участие губернатор Александр Авдеев. Наша съемочная группа сейчас находится на Арпенском проезде. Все подробности расскажем сегодня в 19 часов. Теперь коммунальщикам придется убирать от снега еще одну дорогу. Как сообщают в мэрии, работы ведутся круглосуточно. Сегодня ночью на улице города выехали свыше 30 коммунальных машин Центра управления городскими дорогами. За сутки из столицы региона вывезли более 280 кубометров снега. На антигололедную обработку израсходовано свыше 300 кубометров песко-соляной смеси и почти тонна бионорда. Жители Владимира могут пожаловаться на качество зимней уборки, позвонив на телефон горячей линии. В Камешково предприниматель прямо в многоквартирном доме открыл бюро ритуальных услуг. Хотя по закону делать это запрещено. В ситуацию вмешалась прокуратура, а вот сами местные жители не против такого соседства. Подробности далее. Это бюро ритуальных услуг индивидуальный предприниматель Сергей Шуралев открыл прямо в жилом многоквартирном доме. Мужчина продает похоронные венки, кресты и гробы. Окна в помещении панорамные, всю атрибутику видно издалека. Но, как выяснилось, жильцов дома это не смущает. Здравствуйте. Губерния 33, Владимирское телевидение. Подскажите, снимаем сюжет про ритуальные услуги, которые находятся у вас в доме. Мешают они вам, не мешают вообще? Есть какие-то жалобы? Мне нет, мне не мешают. Мешают вам, они не мешают вообще? Нет, не мешают. Бюро ритуальных услуг мужчина открыл рядом с Камешковской центральной районной больницей. Местные жители говорят, это очень удобно. Когда кто-то из близких умирает, как говорится, почему удобно? Больница рядом, морг рядом, есть куда сразу обратиться. А когда такая ситуация происходит, люди, как правило, растерянные. И когда это близко находится, знаешь, куда обратиться. По закону открывать ритуальное агентство в жилых многоквартирных домах запрещено. Сергей Шуралев утверждает, этим преимуществом воспользовались его конкуренты. И жалобу на индивидуального предпринимателя подали. Именно они, представители Камешковской прокуратуры, сразу выехали на место для проверки. В ходе данной проверки было установлено, что один из индивидуальных предпринимателей арендует нежилое помещение в многоквартирном жилом доме в городе Камешково, где, собственно, осуществляет реализацию ритуальных принадлежностей, похоронных изделий, что действующим законодательством запрещено. Сотрудники надзорного ведомства внесли индивидуальному предпринимателю представление, но его мужчина проигнорировал для отвода глаз, лишь сменил название вывески на салон камня. На вопрос, почему сразу не свернул бизнес, отвечать отказался. Ну, добро, выслежали. У вас по многим вопросам, сколько вы выявите, я не собираюсь нервы свои трепать. Чтобы закрыть бюро, прокурор направил исковое заявление в Камешковский районный суд. Процесс начнется в декабре. Теперь бизнесмен в поисках нового места для продажи товаров для ритуальных услуг. Ксения Садова и Артем Михайлюта. В преддверии Международного дня инвалидов сегодня в центрах занятости населения региона проходят ярмарки и вакансии. Специалисты рассказывают, как правильно составить резюме и проводят тренинги. Сегодня особенный день. И мы должны охватить максимальное количество участников, граждан, которые имеют такие ограничения. Наша работа в вопросе занятости, содействия занятости инвалидов, она регулярная. Она носит постоянный характер в течение года. В том числе и в рамках нашей обязательной государственной услуги сопровождение занятости инвалидов. В центрах занятости населения людей с ограниченными возможностями здоровья сопровождают на всем пути поиска работы. При подборе вакансий специалисты учитывают рекомендации врачей. Людям помогает успешно пройти собеседование и адаптироваться на новом рабочем месте. При необходимости эксперты направляют граждан с инвалидностью на переобучение. Предложили курсы пройти. Они мне очень помогли по 1С, по разработке. После этого мне, конечно, все это очень пригодилось в дальнейшем. В данный момент я сейчас работаю программистом. Приложил, конечно, некоторые свои усилия для достижения цели. Но не без помощи центра занятости. Во Владимирской области проходит вакцинация от гриппа. Прививки делают в медучреждениях и в торговых центрах. Как кампания по вакцинации пациентов проходит в Гусь-Хрустальном, расскажем прямо сейчас. Пика заболеваемости гриппом в области пока не зарегистрирована. Но жители регионной и взрослые дети чаще стали обращаться к врачам с острыми респираторными и вирусными инфекциями. По данным регионального Роспотребнадзора, этот показатель только за последнюю неделю вырос на 12%. При этом мы проводим мониторинг постоянно из-за циркуляции вирусов. Смотрим, какие вирусы острых респираторных и вирусных инфекций на сегодняшний день у нас существуют. И на этой неделе уже были выявлены единичные случаи гриппа. Это грипп А. Поэтому сейчас, конечно же, вопрос о защите себя против гриппа наиболее актуален. Тем более время у нас еще есть. Есть возможность защитить себя для того, чтобы встретиться с этим грозным заболеванием и всеоружием. Врачи отмечают, в этом сезоне грипп будет протекать более агрессивно. Поэтому стоит пройти вакцинацию. По данным регионального Минздрава, на конец ноября более 450 тысяч жителей Владимирской области уже сделали прививки от гриппа. Вакцинации подлежат у нас дети определенных возрастных категорий. И самое главное – это взрослые люди, которые больные, это само собой, и люди определенных профессий. Значит, вакцинацию мы в нашем учреждении проводим на базе всех структурных подразделений в прививочных кабинетах, а также в двух торговых центрах. За несколько дней до вакцинации специалисты рекомендуют избегать переохлаждения, не перегружать себя тренировками в спортзале. Важно ограничить употребление алкоголя. Спирт может замедлить выработку антител. Перед процедурой медики обязательно проверяют состояние здоровья пациента. В регионе достаточный запас вакцинат гриппа. Медики используют отечественные препараты «Совигрип», «Ультрикс» и «Ультрикс-Квадри». После того, как пациенту сделали прививку, ему не стоит посещать баню и сауну. Резкие перепады температур могут отрицательно повлиять на иммунную систему. «Большинство идут, конечно, пенсионные люди возраста или работающие на таких работах, которые больше работают с людьми. Педагоги, медики, продавцы». Отдельный подход к вакцинации беременных. Будущих мам прививают импортными препаратами «Инфлювак», «Боксигрип» и «Бегривак». Используют медики и отечественные вакцины «Гриппол плюс» или «Гриппол». Прививаются у нас беременные женщины в женской консультации. Мы выделяем для них специальный кабинет, чтобы они не ходили здесь, в клинике. Им было это очень удобно. Они приходят в свое время. И у нас медицинский работник работает именно с вакцинацией беременных женщин. Однако самый лучший вклад в дело борьбы с гриппом – это здоровый образ жизни. «Правильный образ жизни – это правильное питание, это хороший сон здоровый, это занятие спортом. Для того, чтобы уровень иммунной системы, иммунной защиты был достаточный, и тогда вам не страшна будет никакая болезнь, ни грипп, ни ОРВИ, ни какие-то другие заболевания». Привиться от гриппа во Владимире можно в любой поликлинике. А в выходные дни в гипермаркетах «Глобус», «Лента» и торговом центре «Восток-1». Алена Кудряшова, Татьяна Семенова. Владимирские археологи поделились открытием. Во время проведения реставрационных работ под полом в Золотых воротах была найдена архитектурная деталь из белого камня – соколиные когти, некогда украшавшие колонны. По предварительным данным, находка датируется началом XII века. Но вот ее отношение к памятнику архитектуры вызывает у археологов вопросы. Результатами раскопок в Золотых воротах ученые поделились на семинаре «Археология Владимира Суздальской земли». Также специалистам удалось найти в Золотых воротах уникальные напольные плитки. Но сейчас, утверждают археологи, выводы делать рано. Исследование артефактов может занять не один год. Точно сказать принадлежность, в данном случае архитектурных деталей, именно к Золотым воротам мы не можем, так как они все были в приотложенном состоянии и частично вмурованный фундамент более поздних башен и пристройок. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Итоги дня подведем ровно в 19 часов. Не пропустите.